МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бюджет Ярославля. Что с ним не так? С бюджетом все так. Он, как и был, дефицитный. Долги горные растут. Нам грозят очередными кредитами, которые составляют 820 миллионов. Кто грозит? Ну, к примеру, Департамент финансов говорит, что мы должны, обязаны будем взять еще один кредит. Хотя сегодня обсуждали и была очень горячая полемика. Игорь Владиславович представил кучу, вернее, множество своих вариантов, откуда можно взять деньги, не кредитуясь. У нас обслуживание кредита в год составляет 300 миллионов рублей. И мы сейчас еще его будем увеличивать. Так, ну что тогда? Если не кредит, то что? Ну да, мы сегодня рассматривали исполнение бюджета за 2012 год и исполнение адресной инвестиционной программы за 2012 год. Конечно, исполнительная власть нам говорила, что они работают в очень тяжелейших условиях, что дефицит бюджета очень практически предельный, что муниципальный долг тоже запредельный. Скажите, а он увеличился? Сейчас, да. Что на сегодняшний день они не видят каких-то дополнительных источников доходов. Депутаты муниципалитета с ними не согласились и указали им на то, что... Где можно денежек подсказать. Да, где их недоработки и то, что они, ну как бы, лукавят и скрывают от людей, что, например, доходы от продажи акций муниципальных предприятий были выполнены всего лишь на 13 миллионов рублей, когда планировалось 217 миллионов рублей. То есть мы с вами, как горожане, недополучили в бюджет в 2012 году 203 миллиона рублей. Также, в точности, не выполнен план приватизации, то есть продажи муниципальной собственности на 460 миллионов рублей. И опять, мы с вами не получили из-за плохой работы КУМИ 460 миллионов рублей. Это в совокупности составляет 640 миллионов рублей. В точности также мы получили перечисление прибыли муниципальных предприятий в 2012 году всего лишь 5 миллионов рублей, когда оборот этих предприятий составляет 8 миллиардов. И любой человек, занимающийся бизнесом, понимает, что хотя бы 10% от 8 миллиардов, это 800 миллионов, можно получить как прибыль и перечислить бюджет. Это, представляете, 640 миллионов плюс 800 миллионов, получается 1 миллиард 440, да, то есть. И плюс к тому мы также установили, что работа, например, мэрии по сбору арендной платы за землю на сегодняшний день задолженность на 1 января 2013 года составляла 456 миллионов рублей. А в связи с повышением арендной платы уже в 2013 году, вот эта задолженность уже сегодня растет и увеличилась еще на 13 миллионов. То есть мэрия говорит о том, что она путем повышения хочет увеличить доходную часть бюджета. На самом деле мы видим, что предприниматели, скорее всего, да и не только предприниматели, и представители социальной сферы, они не смогут платить аренду за землю в таких объемах, которые сейчас хочет мэрия. Давайте телезрители послушаем и вернемся к теме. Здравствуйте. Здравствуйте. На балансе мэрии 90 машин. Общие расходы по содержанию автомобильного транспорта зашкаливают около 20 миллионов рублей. Почему вы занимаетесь доходами и не сокращаете расходами? У нас 130 в мэрии, 90 машин. Спасибо. Это постоянно наши телезрители, он постоянно занимает все цифры. Александр, расскажите про машины. Не 90? Не 90. Вы ошибаетесь. У нас не 22 миллиона расходуются на содержание парка мэрии, а около 80 миллионов. Об этом сегодня говорили на муниципалитете. Вы маленько путаете. Вы к нам адресуете этот вопрос. А мы представительная власть. Это исполнительная власть содержит этот парк машин и не хочет от них отказываться. Хотя об этом неоднократно говорилось на других заседаниях муниципалитетов. Все правильно. А этот парк увеличился? Или он был такой много лет? Я просто... Привычка. Телезритель позвонил и сделал правильное замечание. Просто я начал с доходной части бюджета. Потому что мэрия все свое выступление построила... Руководитель департамента финансов Хахин. Он все свое выступление построил на том, что... Сколько отдали, сколько израил. Да, не могут найти денег. Ну, то есть, мало очень денег в бюджете. Позволь добавлю еще. У нас сегодня задавался вопрос Сергею Евгеньевичу о том, есть ли у него стратегический план вывода города из этой долговой ямы. Ну, он, честно, пожал плечами и сказал, что я не знаю. А от него должен такой план исходить? То есть, он в ответе за этот план? Ну, не только от него, а от Донского, от зама мэра по экономике. Вообще от команды. И в первую голову от мэра. Так вот, по расходам. Правильно сегодня телезритель сказал о том, что сокращать расходы на содержание мэрии города Ярославля, которая сегодня составляет 550 миллионов рублей. Мы говорили еще в декабре прошлого года, принимая бюджет. И мы требовали сокращения в половину, а то и в три раза, чтобы расходы на мэрию были 100-150 миллионов. Это экономия 400 миллионов. Про транспорт мы тоже говорили. Телезритель, наверное, запомнил цифру 20 миллионов, потому что на сегодняшний день эта цифра 80 миллионов мэрия тратит на расходы на транспортный цех. А мы говорили, что больше 20 это уже преступление. В точности так же мы говорим... Вот я начал про муниципальные предприятия и расходы. Кроме того, что мы совершенно, мэрия города Ярославля, не мы, а все время мы, говорю, да, то есть мэрия города Ярославля вообще не заботится о том, чтобы предприятия муниципальные перечисляли прибыль в бюджет. Так еще больше того вам скажу. Некоторым предприятиям мы даем бюджетные дотации. А вот сейчас вообще бесплатный проект сделает. Составляют 500 миллионов рублей. И мы сегодня говорили о том, что необходимо в первую очередь правильно, через риск, сокращать расходы. Начинать надо с мэрии. Во-вторых очередь, надо смотреть над эффективностью работы мупов. Тем самым тоже сокращать расходы. Но все руководство в них сменили, говоря, что и будет вот та же самая эффективность, которую вы ждете. А вы уже ее видите? Да мы видим другую эффективность. К примеру, руководство Гор-Электротранса, когда сменилось, оно сразу поменялось своих субподрядчиков, или как их назвать, компанию, которая арендовала Борт-76. В одностороннем порядке расторгали договоры. То есть своим зарабатывать тоже дают? Ну вот смотрите, сегодня мы... Давайте телезрителя послушаем, просто звонок давно ждет. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Игорь, полностью поддерживаю. То есть больше, мне кажется, проблема с кадрами у мэрии в новой. То есть достаточно неквалифицированные специалисты возглавляют мупы. Ну, в том числе за комитет муниципального имущества. Потому что начинают раскачиваться, входить в курс дела люди непрофессиональные. И в результате страдает, естественно, работа предприятий, доходность минимальная. Мы, как все бизнесмены, прекрасно понимаем, что ну, 10% по-любому должна рентабельность быть. То есть вот я как бы за это... Спасибо, это даже, наверное, обращение не вопрос. Александр Иванович, вот как раз, раз уж бизнесмен позвонил, да, сегодня вы поднимали вопрос о налогах. Мы сегодня говорили о расходной части бюджета, о доходной части бюджета. И вот в плане доходной части я вышел из поправки о том, чтобы изменить ставки единого имененного налога. Это я напомню телезрителям, в конце того года они изменились, повысились. Да, в ноябре месяце были повышены ставки в надежде на то, что сбор увеличится. Вы вернетесь, да. Он увеличился? Люди ушли в тень? Формально увеличился. У нас сегодня есть другая статистика, которую нам дала налоговая инспекция о том, что 1920 предпринимателей в городе сдали свои свидетельства. То бишь мы понимаем, что это оставшаяся часть. Кстати, собираемость налогов увеличилась на 8% от прошлого года по тому же периоду. Но показатель-то он, можно сказать, непоказательный. Мы понимаем, что для того, чтобы увеличить доходную часть бюджета, нужно увеличить количество субъектов, которые будут платить эти налоги. Не надо увеличивать ставку налога. Дайте людям жить. Ведь хотелось бы сказать, что вообще задача малого и среднего бизнеса не в том, чтобы пополнить наш бюджет. Основная задача. Основная задача – самозанятость населения. Ну да. Так вот мы сегодня понимаем, что… Однозначно. Мы сегодня понимаем, что почти 2000 человек у нас остались без работы. Мы можем там, конечно, спорить, что кто-то там за федеральные налоги, из-за федеральных налогов. Но, тем не менее, нашу долю в этом мы тоже видим. И я сегодня вышел с поправками, и муниципалитет меня поддержал. То есть дальше уходит на заседание муниципалитета. Да, дальше эти вопроски. Вот времени остается буквально несколько минут. Вы как-то можете сейчас повлиять на ситуацию? Или вы только вынуждены слушать мэрию, констатировать? Нет, но сегодня мы заслуживали отчет за 2012 год. И мы приходим к выводу, что работа мэрии в 2012 году была неудовлетворительной. Я вообще вносил предложение поставить… Мы не даем оценочных характеристик, мы принимаем информацию к сведению. Но я сегодня, выступая, предложил признать работу как по адресной инвестиционной программе, так и по исполнению бюджета неудовлетворительной. В точности также по выполнению социально-экономической программы, стратегической, неудовлетворительной. Я думаю, что 5-го числа у нас будет муниципалитет. Мы к нему готовимся. Мы заслушаем отчет мэра. Да, годовой отчетом. Да. Сегодня предложение депутатов муниципалитета заключается в следующем. Нам необходимо срочно пересматривать тот курс, который взяла новая мэрия, потому что его фактически нет. Мы можем констатировать тот факт, что нет нормальной, понятной, внятной стратегии в отношении малого и среднего бизнеса. Нет понятной и внятной стратегии в отношении муниципального имущества, собственности, в отношении налогов наших в той части, которая именно городская. Евгений Роберев все время говорит о каких-то федеральных налогах, совершенно забывая о том, что у нас есть он глава города, а не президент нашей страны. И надо бы здесь разобраться и понять, какие твои личные действия, как мэра, ухудшают ситуацию по сборам местных налогов. Поэтому мы, во-первых, назначили депутатские слушания по стратегии социально-экономического развития. Это вот то, что наше вмешательство. То есть мы видим, что нужно срочно вмешиваться, нужно срочно корректировать курс. Ну и во-вторых, я сегодня вышел тоже с изменением устава города Ярославля, где будет меняться распределение полномочий между муниципалитетом и мэрией города. Что в двух словах буквально? Ну у нас в федеральном 131 законе записано, что есть исключительные полномочия муниципалитета. Так вот полномочия по распоряжению имуществом по многим другим пунктам относится к полномочиям муниципалитета. Они на сегодняшний день делегированы мэрией. И основным изменением устава будет то, что все полномочия мэрия будет осуществлять согласие и по решению муниципалитета. То бишь мы совместно с мэрией будем принимать совместные решения, за которые мы тоже будем отвечать. А на сегодняшний день нас ставят перед фактом. Мэрия принимает решения, а мы потом уже расхлебываем те же арендная ставка на землю, те же арендная ставка на имущество города. Много других вопросов. А коллеги вас поддержали с этой инициативой? Поддержали. Сегодня этот вопрос прошел. Ну что, спасайте бюджет, что я вам могу сказать? Время на это есть, я надеюсь. Конечно, да. Еще ничего не поздно. Депутаты муниципалитета Ярославля Игорь Блохин, Александр Черепанин были нашими гостями. Далее эфир телекомпании НТМ продолжает программа «Место происшествия». Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова